привет кандидаты на сдачу до линго и прочих тестов английского меня зовут репетитор дмитрий я помогаю людям готовиться к тестам английского уже много-много лет до линго тест молоденький поэтому я помогаю людям готовиться к нему годика два наверно в общем как только он начал набирать популярность особенно в связи с карантином все чаще и чаще начали люди писать и просить помочь им подготовиться именно к дуолингу я так подозреваю что и сейчас до сих пор он в мире держит эти лидирующие позиции по сравнению с айлсом и тойфлом но у вас наверное сейчас не это интересует раз вы начали смотреть это видео в этом небольшом практическом видео я вам хочу показать очередной пример с который я написал буквально часик назад для своего платного курса такого общего ну как общего который рассматривает все аспекты дуолингу видео курса платного который я опубликую через пару неделек но я мне она понравилась это с тем что я хочу вам показать образец хорошего давайте не будем говорить идеального но хорошего эсэ с хорошей структурой с хорошим размером чтобы вы видели на что вам ориентироваться на секции дуолингу writing когда будете писать эсэ значит маленькое лирическое вступление на тесте дуолингу так называемая секция writing то есть писанина содержит в себе три части первое это описание фото вы видите фото и вы описываете я за 60 секунд мы сегодня не будем это трогать теперь у вас еще остается два задания я их называю мини эссе что первое что второе мини эссе хотя они формулируются в самом дуолингу самой администрации дуолингу а также авторами сайтов ресурсов подготовки как она только не называется и ридендрайт и какой-то там чего-то там брать и интервью и чем но суть я вам обещаю как будто если вы будете сдавать суть одна и та же вы читаете вопрос вот смотрите у нас вопросик тут можно назвать этот топик тема можно назвать вопрос здесь знака вопрос это не стоит но все равно вас что-то просят делать вопрошают вот и вопрос да вот это наш топик и нам нужно тут излиться на желательно сто слов или больше письменно за пять минут это то задание которое будет у вас ну скажем приблизительно посередине теста может быть посередине так ближе немножко концу ну в районе середины а потом под конец у вас будет writing interview так называемый интервью но смысл его будет тоже ну тот же самый вы увидите какой-то другой вопрос обычно скажем более философский что ли хотя это тоже вот философский да опишите in your opinion which characteristic is more important in a friend какая характеристика более всего важна в друге да даже они формулируют не более всего а просто more important чтобы вас сбить с толку непонятно это просто импотент да или ноуст импотент или more импотент кстати вот это все берется из реальных до линго то есть они были такие вопросы и как поговаривают ученики которые сдают не один раз они иногда их встречают то есть вот это вот вам реально может встретиться на дуэлингу ну вот что еще хочу сказать в общем суть двух ваших райтингов крупных одна и та же за пять минут вам нужно написать мини с на заданную тему можно сказать ответить на заданный вопрос без разницы ну и вот давайте посмотрим что я тут я без подготовки спонтанно с кучей обсуждений написал может быть даже где-то сейчас ошибочку тут увидим когда знаете свежим взглядом смотришь но я уверен что за вот это мне поставили бы хороший балл кстати за письмо на дуалингу обычно за письмо и за спикинг ставится всегда почти почти более низкий балл чем за другие секции то есть политика дуалингу в плане вашего production то есть продуцирование речи очень жесткая у всех почти кандидатов моих учеников сколько мы не готовились когда они мне называют свои subscores перед нашими уроками они сдали дуалингу да получили там 110 да и вот они называют не эти subscores такие под баллы по четырем основным навыкам всегда зовут этот production балл у них самый низкий то есть может быть человек получил 110 общий а за production 75 бывает очень часто дуалингу очень строго оценивает ваш production а это значит что это значит что расстраиваться не надо по этому поводу просто нужно подготовиться и постараться быть красивым в плане письма ну что друзья давайте посмотрим я такие маленькие вам guidelines как всегда а вдруг вы еще не видели других моих видео то есть вы посмотрите сейчас десять минуток это видео и я вам обещаю за десять минут вы больше напитаетесь духом вот этого чем за пять уроков с вашим любимым репетитором но скорее всего конечно я балуюсь ну итак смотрите вот эта структура она универсальна для всего в нашей жизни райтингового или спикингового то есть это называется универсальная какая-то гармоничная структура в общем природная как я только не назови что я имею ввиду любой процесс во вселенной и по крайней мере в нашей земной материальной жизни имеет три стадии это начало расцвет косили их конец то есть и у кончания например жизнь человека детство потом основные годы там зрелость ну и старость ну и так далее так далее кто доживает до старости машина да вы купили автомобиль да у вас начало пути он шикарно ездит летает там порхает не ломается там средние годы такие когда это если первый хозяин застанет может уже второй он еще прекрасен но уже вот уже потертости уже начинает что-то брыкаться да ну и наконец там какой-то хозяин номер семь уже колупается с остатками автомобиля это его финальная часть жизни и он автомобиль потом раньше или позже отправляется отдыхать если мы внимательно с вами посмотрим этот принцип он проявляется везде что в биологических организмах что в каких-то других процессах естественно что мудрые ораторы и писатели используют его в письме и в публичных выступлениях потому что оно гармонично с природными процессами вселенной и соответственно производит на читателя наиболее благоприятное впечатление я надеюсь вы меня услышали в данном аспекте да и соответственно я могу сделать предположение если я напишу именно так то значит за это мне поставят самый высокий балл по крайней мере за структуру я не говорю словарный запас это другой просто поэтому смотрите у нас есть вступление обязательно у нас есть основная часть давайте назовем ее тело тельце барий и у нас есть conclusion в общем заключение да важный момент так как на дуолингу у вас пять минуточек то может быть заключенница часто люди не успевают писать ничего ничего страшного как говорится все нормально вам я не думаю чтобы очень снизили балл если вы вот здесь поразите проверяющих и алгоритм красотой своего английского то если вы не успеете написать вот это ничего все нормально кстати посмотрите видите тут сто тридцать восемь слов я написал стараемся писать около ста слов или больше я всегда это ученикам говорю они начинают пищать что я не могу там и 50 написать да не можешь но не моги дальше будешь учиться не в зарубежном колледже а в своем местном мелкопоместном великом общем технику мида поэтому свое не могу которое обычно чисто психологическое это не лингвистическое не могу надо переделать в могу и хочу это отдельный разговор психологически не буду сейчас вас грузить умничать но по моему опыту многолетним как я уже говорил человек во первых может все во вторых уж такую чепухню как родить пару идей насчет какого-то вопроса но если он совсем не может значит ему реально надо учиться не в колледже я уже сказал где поэтому все у вас получится все вы можете просто подойдите к этому вопросу позитивно с энтузиазмом и творчески и все получится представляем всегда ученикам говорю ну вы беседуете с другом или со знакомым ну вот предположим в кафе он может быть дома ну допустим в кафе да вот в культурной обстановке кофеёк выпьете он или она вас что-то спросил такое философское вы чуть-чуть отвлеклись от каких-то инстаграмов да и вам захотелось поговорить на какую-то философскую тему и он что-то спросил вот например ты как считаешь вот вот настоящий друг для тебя какая у него такая черта которая вот реально его будет возле тебя держать ну вернее тебя возле него да да вот что для тебя важно да но неужели вы скажете нет ты знаешь братан прости меня никаких немыслей нет ничего иди в баню со своими глупыми вопросами да вы же как разойдете скорее всего особенно если он приоткроет рот и будет с круглыми глазами вас слушает то вас же не остановишь соответственно почему-то на дуолингу че люди не могут выдавить себя какие-то две мысли вот это повторюсь это чисто психологическое это очень важно поэтому я об этом так долго вам это сам если вы досмотрели еще до этого момента то честь вам и хвала такс значит переходим теперь как я уже сказал вступление основная часть заключения да это везде английский казахский антононаривуйский любой язык неважно вы всегда у вас должно быть вступление основная часть заключения в критических случаях и в особых видах эссе бывает жертвуют вступлением сразу как римляне не знаешь начать начиная с главного да не знаешь как начать поехала бывает но у вас нет такой критической ситуации и не надо ее создавать обязательно вступление во вступлении мы обязательно даем читателю понять нашу точку зрения это важнейший момент я вам сейчас кстати говорю такие как бы но не то что секрета ключи которые просты но которые они имеют такое огромное значение что вы просто себе не представляете еще если вы не сдавали вот этих тестов то поэтому слушайте пожалуйста внимательно это стоит тысяч долларов вам серьезно говорю просто вот у меня сейчас такое настроение хочется с вами поделиться чем-то таким ценным да даем свою точку зрения позицию прямо вот в здесь обязательно не вот здесь вот не не дай бог вот здесь а именно вот здесь ну максимум вот здесь то есть во вступлении обязательно тогда читателю просто понять что вы имеете ввиду он настроился он уже ожидает от вас причины его разум ожидает по вот этому великому закону композиции природы которым я вам упоминал да он ожидает что тут пойдет речь если вы тут нет вас просили например какие вам нравятся автомобили там седаны или эти о боже как они там кроссоверы да вот вас конкретно спросили не надо вот это в принципе я люблю и то и то но когда еду на кроссовере то я вспоминаю про то что мой седан неплох но в других аспектах но вообще то если уж сравнивать то наверное у кроссовера больше преимуществ хотя как говорит мой друг они все нивелируются понимаете вот этот бред читатель читает 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 его начинает это раздражать внутри тебя ну тебя же спросили как человека ну давай ну ты начал ты по интеллигентному хорошо ты не хочешь резко ну ты же скажи хоть чтобы я понял да так вот у нас здесь я вам рекомендую даже не очень интеллигентно а вот сразу это очень важно дайте читателю понять свою точку зрения сразу потом будете философствовать как хотите так это мы тоже уяснили да смотрите in your opinion which characteristic is more important than a friend вот я сразу сказал I truly believe that loyalty is the paramount feature of my hypothetical friend я реально считаю что loyalty это такое красивое слово верность это самая пупеннейшая черта моего гипотетического друга такие слова как гипотетический paramount я вставляю для украшения для выпендрежа чтобы мне повысили балл и вы понимаете да что это писанина как бы нам надо немножечко выпендриться немножечко то есть чтобы не так смешно было как говорится как крови седлу да или жигулю там золотой спойлер но так чтобы это было чтобы это было иначе вы не замахнетесь на более высокий балл потому что вы не демонстрируете красоту своего словаря так это мы с вами тоже есть не да далее свою точку зрения здесь еще одно или два предложения мы можем настроить читателя перед переходом к нашим аргументам мы его можем плавно к ним перевести они сразу но можно и сразу но можно перевести это как ваша интуиция как ваш вы смотрите на таймер да сколько у меня осталось там минут что мне ну это уже все по ситуации то есть нельзя сказать что если вы вот переходные такие предложения сделайте вам кучу баллов поставят а если не сделаете то не поставить нет все бывает бывает и без вступления пишут сразу и высоченный высоченный балл ну всякое бывает но я вам такую самую общепринятую такую штучку говорю вот смотрите я пишу я расширяюсь я поддерживаю и расширяюсь углубляю читателя в свою вот эту позицию что я про лоялти сказал да олада трейдс десну из дэрсигнификанси фисы таки на тросте о комраде таком это хоть правильно писал комрады да не комрады боже иногда забываюсь это не вроде правильно если неправильно напишите в комментариях на что я уже когда комментирую очень сильно и тут философство я забываю что я тут пишу все другие черты просто теряет свою вот это значение да если вы просто не можете доверять своему товарищу товарищи естественно я написал чтобы не повторять френд кстати важнейший аспект да вот тут in your opinion да не надо писать in my opinion вы понимаете вы повторяете вот эти словечки да из этого из вопроса вам снизит балл потому что скажут ты чё нам тут повторяешь чё от себя не можешь ничего написать наша задача перефразировать если получается если не получается категорически уровня не хватает тогда уже пишем как есть и вот тут переходная последняя фраза третье можете описать может нет такого типа in this s i'm going to provide two basic reasons to support my stance ну чтобы не повторять opinion я тут влепил stance я сейчас вам дам тут две основные причины чтобы поддержать мое мнение мою позицию и поехали обязательно следующий абзац смотрите я отделяю системе читателю алгоритму проще видеть где у вас кости вашего скелета то есть основные вот эти контейнеры firstly the very concept of friendship is immediately associated with loyalty by me ну тут я пока это все комментировал то я забыл о том что причин это придумать надо две штучки да ну ты придумал what differentiates a common acquaintance from a true friend definitely it is the phenomenon of loyalty типа что сама концепция дружбы у меня сразу ассоциируется с лоялти с верностью без нее нет дружбы что отличает там обычного знакомого от друга ну ясно что феномен это чтобы не повторять feature или characteristic phenomenon of loyalty secondly во вторых the feeling of somebody being loyal to you causes the arousal friendship at least with me здесь вполне возможно я не не найди не на сто процентов идеально colocation построил arousal friendship да ладно пойдет if I do not say that the person is sincerely inclined to me I will avoid close relationship наверное тут надо поставить было close relationship ну то ладно если я чувствую что человек не расположен ко мне прям искренне я буду избегать более близких взаимоотношений ну вот я дал два аргумента по идее третий дается в тех тестах где у нас там час на письмо до полчаса хотя бы но здесь у нас пять минут да вы еще пока с мыслями собрались то ладно уже обойдемся без третьего и наконец заключение заключение как я говорил очень важно но не критично но важно опять по ситуации если видите что еще минутка остается надо что-то писнуть если вы видите что вы отвлеклись у вас 10 секунд не надо начинать там as a conclusion запятая и ничего нету ну зачем ты начинаешь ты только портишь внешний вид to top it all ты взял от фонаря фразу можете so thus to conclude to top it all as a conclusion in the conclusion finally ну finally но не идеально здесь но можно и так далее так далее to top it all it is so magnificently pleasant to realize ох ты елки потерялась буковка эй батюшки это же ее в платный курс да вот и без буковки но я думаю там люди простят меня поймут что я ее потерял палец соскочил is it realize that you are bestowed from above with the true loyal partner who is going to assist you throughout life's fences ну здесь я специально загнул чтобы выпендриться как я вам всегда шучу говорю да и перефразировать вот это мы еще раз повторяем свою основную мысль только с другими словами не дай бог не теми же самыми тут уже насколько вам позволяет словарный запас ваши навыки вы хвастаетесь я вам еще раз говорю весь ваш правильный вы хвастаетесь но при этом красиво хвастаетесь то есть гениально и просто не наворочено чрезмерно потому что вы запутаете вам снизит балл потому что вас трудно понять у вас должно быть одновременно шикарно легко понять и одновременно красиво за это ставится максимальный балл по крайней мере и те умозаключения которые могу сделать за сколько лет своей работы также помните что единственного стандарта такого нету критического что только так вы должны написать повторюсь вы можете и бред написать такой поток сознания получить 160 но вы должны так это написать чтобы вы когда я читал это я говорил ну блин ну реально американец образованно написал да еще талантливый то есть невозможно отличить ваше письмо от письма образованного языконосителя большинство из вас так не может сделать и не сможет это нормально потому что английский ваш неродной язык соответственно раз мы не можем такое сделать лучше придерживаться определенных стандартов они надоели всем эти стандарты эти вступления да они тошнят но зато они позволяют вам получить более высокий балл подумайте что бы вы написали на этот вопрос я уверен что за вот это см не поставят 120 и больше если они поставят меньше ну извините я не знаю чем тогда надо писать на 130 140 там и 150 подумайте как бы вы написали настройтесь на то чтобы мысли из вас лились легко это уже 50 процента вашего успеха мы это уже обсуждали в начале видео никаких отмазок что я не знаю не хочу не буду я не умею мысли создавать ну вернее не умеешь то зачем тогда тебе учиться в колледже если ты не умеешь мыслить самостоятельно да ok я надеюсь что это видео кому-то помогло помните что все мои вот эти умничай никаких называю они с юмором всегда то есть я действительно думаю как бы имею в виду то что говорю но я специально так это делаю чтобы немножко вас отвлечь развлечь и может быть даже там посердить где-то немножко чтобы из вот этих видео однообразных которые вы смотрите по этим дуэлингам айлсом в большинстве своим бесполезным чтобы вы немножко отвлеклись и задумались и смогли быть самостоятельными в написании своих вот этих красивых эссе желаю вам высокого балла на дуолингу если вам нужна помощь профессионального репетитор обращайтесь я стою денег но я реально помогаю людям почитайте отзывы на моих сайтах скоро выйдет я публикую платный видеокурс суть его та же что мы сейчас с вами видим но все таки я больше там деталей даю реально он уверен стоит своих денег поэтому если заинтересуетесь то почитайте в описании видео там обязательно ссылочка будет как его там приобрести окей до встречи в следующем уроке